Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live. И у нас новый влог. Готовим и кушаем бешбармак. Вспоминаем детство. Короче, Уралка решила сразу наготовить и сразу нажраться. Раньше они записывали несколько видео. Как готовят, потом как поедают. Теперь решили записать один длинный видос. И правильно, да, писали, что длинные видосы как раз-таки сейчас это тема для дзена. Потому что платят там за время, проведенное на канале. То есть, чем больше человек будет находиться на их канале, тем больше бабосов они получат. Так вот, теперь выгоднее писать длинные-длинные видосы. Вот они решили и наготовить сразу, и сразу нажраться. Короче, готовка ни о чем. Отварили мясо, забросали это мясо магазинными лепёхами, да. Отварили всё это тесто. Ну, залили ещё лук бульоном и усели съесть. Интересно, когда Уралка спрашивала у Сафара. Ну, а чё, говорит, всё это в одну тарелку якобы сложить? Сафар, говорит, ну да, якобы в одну. Но она сделала по-другому. Она решила сделать по-своему. То есть, в две. Видимо, думала, что одну тарелку поближе поставит ей. Сафар подвинет. А вторую тарелку будет есть сам. Ну, не тарелку, а содержимое. Хотя, вы знаете, глядя на Уралочку, было страшно, что она и тарелки проглотит. Когда уже заканчивался, значит, этот лагман, так называемый, тесто с мясом, и когда Сафар прям там выедал остатки из тарелки, ребят, у неё глаза там были. Она говорит и сама заглядывает. Говорит и заглядывает, что типа всё закончилось, всё съела. А вторую, видно, неудобно было брать. Поэтому запихивала в себя уже эти нектарины или персики. Просто один за одним, один за одним, не успеет расковырять. Один достать косточку, тут же второй. Слушайте, это какой аппетит нужно иметь. А как она ела, как она эти огромные куски засовывала в рот, лапши, которая склеивалась. Ужас. Короче, жрачка ни о чём. Хотя, как ни о чём? Там не жрачка. Там просто, я не знаю, набивание желудков. Ну и Сафарчик отчитался по времени. Аж три или сколько он там телефонов показал. Время. Потому что, опять же, что смотрит меня, когда я говорила, что на часах время у Ралочки было другое, и часы вверх тормашками были одеты на руку. Это как раз-таки и говорит, что Сафарик сутками торчит на моём канале. Опять, ребят, они затеяли эту тему. Тему, что им не платит Ютуб. А Дзен только недавно, с 1 августа, начал платить. Но, Уралка, почему ты не говоришь, сколько? Сейчас Дзен, глядишь, заменит Ютуб. Только осталось подлиннее видосы пилить, и всё, Уралочка, ты будешь получать больше, чем от Ютуба на Дзене. Ну а вообще, ребят, уже просто эта тема достала. Она до такой степени обнаглела, что ужас. Уралка, ты вспомни, как ты с первым мужем своим спокойным ела. Ты сама рассказывала, один окорочок на неделю, да? Или на сколько был, что голодала. А сейчас, слушайте, жрёт в три глотки. Ну правда. И ещё возмущается, что русские денег ей не дают, да? То, что русские смотрят просто так, и она не получает ни за кого зарплату. Ну ладно, ребят, вчера она уже высказала, опозорилась, опустилась ниже дна. Но мало она и дальше продолжает. И сдёргалась просто вся. Сидит над этой жратвой прям. А у неё, опять же, как всегда, и нос ходуном ходит, и лоб ходуном ходит. Неужели, ребят, это прям вот у неё начинается, когда она видит еду? Нет, конечно, ещё когда она врёт, когда отмазывается, она тоже дёргается. Но при виде еды это настолько заметно. И главное, стонут оба. Это так отвратительно, как будто стонать больше в жизни нечего, только от жрачки. Ну, в принципе, у этой парочки как раз-таки похоже так и есть. Абдугани на сей раз на мукбанке не было. Значит, Абдугани, говорит, поехал опять в гости к братику, да, к племяннику братик приехал с женой. Интересно мне, где этот братик находится с женой? Смотрите, ребят, дом на даче они уже давно не показывают, внутрь не заходят. На дачу крайне редко стали ездить. Ну, показывают это так, как будто на дачу ездит только сафар, ну и уралка иногда. Хотя при этом приговаривает, что у них там хозяйство, да, что у них там цыплята, и что надо ездить туда, якобы ехать туда ещё нужно будет. Так вот, ребят, так и напрашивается. Где же все эти родственнички находятся, да, вместе с Абдугани? Ну, то, что Абдугани не у братика, мы с вами уже прекрасно знаем. Ну, как такое может быть, да? Сафарчик будет постоянно гонять в Екатеринбург, чтобы Абдугани завести к брату, потом его забрать. Хотя, знаете, лучше прокатиться, нежели торчать и напрягать булки на грядках у уралочки. И ещё подмечу одно. Работы на даче полным-полно. Если вспоминать прошлый год, то уралка приезжала домой только, чтобы закрутить банки. То есть сделать закрутки, закатки, помидоры, огурцы, эту кабачковую икру. А в этом году что-то больно много времени она проводит дома. И как раз-таки вот и идут такие подозрения. Чё это вдруг уралочка, имея столько работы на даче, у неё же там полным-полно работы. Она же то и трындит на сафарика, что тот всё не хочет траву рвать. И вдруг сидят оба дома. И потом при этом приговаривает, что там столько работы. Кто имеет дачу, тот знает. Отдыхать нам некогда. И времени у нас тоже нет. И сафарик у неё великий блохер вместе с ней. Что это столько труда и работы надо. Короче, опять завела вчерашнюю песню. Да, опять завела вчерашнюю песню. Но только здесь уже по-другому. Здесь при виде еды, видать, успокаивалась вовремя. И начинала дёргаться и запихивать в себя как можно больше. При этом стонать. Кстати, соус сделала ужасно острый. И сафар не мог его есть. И опять же, получается, от себячины наляпала туда. Не по рецепту, совсем не по рецепту. Почему я и говорю, ребят, никогда не делайте по рецептам уралочки. Ну, посмотрите, нужно было сделать совсем по-другому. А уралка по-своему. Да тут взять даже вот эти тарелки с этим тестом. В одну сложить? В одну, да, складывай, сказал сафар. Но уралка всё равно сделала по-своему. Точно так же, ребят, с этими закатками, закрутками, соусами, икрой кабачковой, огурцами. Может, поэтому они всё это дело не едят, потому что есть невозможно. В общем, и пол видеоролика я просмотрела. Слушаю, что уже они заканчивают. Сожрали одним махом, проглотили. Во, россияне их раскормили. Слушайте, что одним махом глотают огромное количество еды. Да, россияне раскормили, а с февраля прошлого года всё, россияне стали уралочке ненужны. И теперь она гонит их со своего канала. То бишь, нажралась, хватит. Раскормили. Раскормили, что уже дальше некуда. В общем, одним махом всё сожрали. И думаю, ну вот, наелись, обожрались, о чём будут вещать. И собиралась уралочка уже прощаться. Ну, думаю, ещё половину видеоролика. Но там уже была другая тема. Но тоже жрачная. Ну, её мы с вами обсудим чуть позже. Вы знаете, в последнее время невозможно смотреть на эту парочку, когда они жрут. Это просто отвратительно. Она даже мясо срезала и кость оставила. Говорит, я ещё здесь и эти хрящики погрызу. Это же настолько жадное к еде, что просто невыносимо. А эти стоны постоянные, потому что в жизни больше нет никакого счастья, кроме как пожрать. Ну, и да, вторая часть, где они вспоминали детство, опять же, жрачку, жрачная часть, ну, мало чем отличается от первой. Но мы обсудим с вами её чуточку попозже. Пишите, ребят, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. На этом буду с вами прощаться. Всех обнимаю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok